Доброе утро! Вы в этом разбираетесь. Горожане часто жалуются, что деревья очень коротко постригают. Это плохо или это нормально? На самом деле это острый репортаж. Я могу сказать, что среди ландшафтников в нашей профессиональной среде поры не утихают. Мы верим только вам, поэтому давайте ваше мнение. Ваше отношение. Когда вы видите эти тополя, когда просто торчит палка из земли. Вся проблема заключается в том, что мы режем, мы, наша красноярская, как это правильно это назвать? В общем, все, кто занимаются обрезкой, делают это, как правило, тогда, когда дерево уже надо обрезать радикально. И иного способа, как, к сожалению, сделать то, что мы с вами видим, это называется топпинг, полярдинг и редукция. Разные виды обрезки. Страшное дело. Ну, в общем, если сказать простым языком, то, конечно, дерево нужно кронировать по мере роста. Кронировать – это придавать ему форму и не давать ему делать из себя дерево первой величины. Потому что в городе даже по проспекту мира проедетесь, некоторые деревья, особенно белые тополя, которые отличаются от тополя обычного пушащего, тем, что у них белая сторона листа, в общем, они довольно симпатичные. Если бы их раньше начали обрезать и делали это систематически, как, например, на проспекте Красноярский рабочий. Вполне хорошо они выглядят, и у них нет вот этого лидирующего ствола, который потом, иначе как вот так, спилить невозможно. Поэтому, конечно, декоративности особо от этого нет и не готовят в основном от этого, от того, что вроде было зелено и хорошо, а потом ты видишь вот эти вот пеньки. Поэтому, если резать это постоянно, а это, я думаю, проблема еще и финансовая, еще и какая-то там цепляющаяся за все подряд. В общем, пока это единственный способ. Успокоили вы нас, вроде, я так понимаю. Дерево неплохо. Душа моя не может так сказать, но обрезать деревья надо, омолаживать их надо по той причине, что все мы с вами... Но вовремя, своевременно, регулярно. Конечно, вот это самое главное. Как, в общем-то, и в любом процессе. Как же быть дачником и людям, которые скоро поедут на свои участки, тоже резать все, что там наросло? Я вообще за то, чтобы резать. Я считаю, что дерево, которое вы посадили, вы должны о нем все-таки позаботиться. И особенно это, конечно, касается плодовых деревьев, потому что крона у дерева плодового должна быть... Есть такая фраза, очень мне понравилась, кто-то из моих слушателей мне рассказал, а я что-то как-то до этого... Как-то не дочитала до этого места. Крона должна быть такая, чтобы птица пролетала. Через небе? Это, мне кажется, да, что-то такое романтическое очень. В смысле, что не должно быть густой... Не должно быть вот этой вот метлы. Потому что, когда говорят, у меня такая яблонька густенькая, большая, надо спросить, сколько вы оттуда собираете урожая. Потому что, конечно, за растение... А, это для плодоносащих деревьев, в смысле? Для плодоносащих деревьев, да. Ну, например, яблони, которая сегодня к нам с вами тут в гости пришла. Вот, поэтому то, что касается плодовых деревьев, обязательно нужно обрезать и ветви, которые особенно загущают крону, и несколько укорачивать все молодые ветви для того, чтобы увеличить количество плодовых почек, те, которые могут зацвести и дать плоды. А как-то на глаз можно понять, на дереве какая ветка должна быть удалена? Ну, во-первых, очень легко на глаз оценить те ветви, которые растут параллельно друг к другу. Ну, например, бывает так, что была одна макушка, потом рядышком появилась вторая. Почему-то мы декоратуемся, потому что их будет больше, яблок будет больше. На самом деле, эти два побега начнут друг с другом соревноваться. Конечно, кто из них самый сильный, самый жирный, и кто из них будет главным. На это тратится очень много сил, и иногда это все в ущерб плодоношению, которого мы с вами, конечно же, и ждем. Поэтому однозначно параллельные ветви, ветви, которые растут внутрь кроны. Не вот так, как мы рисуем дерево, да. Вот так вот это вроде как бы, помимо оленя, это еще и крона дерева. В общем, все, что растет вот туда внутрь, конечно, должно быть удалено. То есть крона должна быть максимально широкая, такая, чтобы, в общем-то, веткам было удобно находиться на этом стволе, на стволе этого дерева. Но помимо плодовых деревьев, которые, конечно, есть на участке у каждого садовода, которые, безусловно, нужно обрезать, у нас есть еще и декоративные растения. Вот тут проблема, всем резать жалко. Конечно. И что делать? Потому что вроде как бы ты его купил, и почему-то мы все выбираем то, что повыше. Надо выбирать то, что погуще. Иногда рост не будет. Тут наоборот все, да, конечно, чем гуще, тем лучше. Здесь в плане декоративного вы что хотите обычно? Чтобы было, как приезжаешь куда-нибудь в Европу, а там не видно, где стволы, все, одна сплошная такая зеленая красивая изгородь. Для этого можно использовать ненатуральные растения. Единственный способ. Да. Тут у меня однажды одна дама говорит, смотрю у соседки, а мы как-то с ней так не очень общаемся. Смотрю с балкона, все цветет. Смотрю с мая. Постоянно все цветет. Ну и что вы думаете, под снег оно ушло тоже таким же. И в общем, так что некоторые, видите как, пошаливают, делают вид, что у них все хорошо. А нужно ли все-таки, ну, обывательским взглядом воспринимается обрезка как ранка на дереве? Вот замазать надо? Ну, замазать чем-то, что с этим делать? Что касается ранок на дереве, сегодня у нас даже тут с вами есть арсенал. Некоторые из них немножко замерз, потому что в машине полежал, и не все я вам тут смогу сегодня помазать. Но скажу так, что любой спил на лиственном растении, который толщиной больше двух сантиметров, надо обрабатывать. Вопрос, чем обрабатывать и зачем? С садовым варом. С садовым варом. Вам знакомо? Это как-то вы? Сейчас увидел. Органично смотрят. Растения же и деревья тоже подвержены заболеваниям? Может быть, через свежую обрезку попадают какие-нибудь щучки? Все как у человека. Если мы где-то чем-то порезались, мы что делаем с вами? Самое простое. Обрабатываем и пластырем заклеиваем. Бежим к маме и кричим. Дерево никуда побежать не может. Поэтому мать должна быть рядом с деревом. В общем, надо заботиться о том, чего ты выращиваешь. И, конечно, в арсенале своем иметь средства, которым можно эту рану обработать. Потому что рана – это здравствуй хоть кто. Любая инфекция может туда проникнуть, и это может иссушать ствол. Поэтому, конечно, обрабатывать надо. Всегда мы обрабатывали садовым варом. И, в общем-то, это вполне замечательное средство, которое хорошо помогает. Но почему-то мы по доброте душевной жирненько это делаем. А не надо густо. Я бы тоже подумал, что это надо как крышечку такую сделать на ранке. Все его обмазать. Забинтовать. Да, ребенка все как мумия, тоже можно водить в детский сад, однако никакого толку от этого не получится. Поэтому не надо мунифицировать растения. Надо намазывать довольно тонким слоем. Потому что, во-первых, садовый вар имеет такое интересное свойство. Если вдруг спил у вас направлен на солнечную сторону, здравствуй, солнышко, садовый вар... Нагревается. Да, тает. В общем, он может остаться на стволике, если вы хорошо его туда... Ботрете чуть-чуть, да. Ботрете чуть-чуть. Аккуратненько краешки обмажите, аккуратненько. То есть не надо делать вот так вот пипку и побежал. Как правило, эта же пипочка потом вот так вот скручивается, и никакого толку от этого нет. Сейчас существуют разные препараты. Вот такой вот, например, препарат, который содержит еще и дополнительно антисептические свойства. Кстати, если вдруг нету ничего, и вы вдруг... Ну, знаете, бывает иногда на садовода. Найдет. Увидел, увидел, увидел вот это вот, или новый секатор, который меня вообще... Муж прячет его. Надо попробовать. Купил и затолкал его в гараж, где инвентарь сегодня выдал мне по блату, поэтому я думаю, как бы мне... Пока порежьте его. Да, давайте, но это никуда. Почикаем. Вот, и в общем, конечно же... Ой, аж прямо забыла, что хотела сказать от восторга, потому что... Если ничего нет под рукой, чем замазать рамку? Ой, зеленкой. Зеленкой? Послюнить нет. Просто мы всегда... Зеленка, то есть тоже будет такой защищающий свой? Конечно же, потому что она ведь антисептическими свойствами и обладает, поэтому, конечно, зеленкой все это дело тоже можно обработать. Ой, не знаю, враг не буду. Ой, не знаю, но зеленкой... Либо зеленка, либо специальные средства, которые вы приобретете. Ну, конечно, я советую вам поближе где-нибудь уже... Сейчас уже, кстати, поближе к сезону. А землей еще замазывают? Можно землей? Нет, землей замазывают. Я, признаться, иногда тоже так делаю, и к своему стыду не скажу вам, насколько это хорошо, но скажу, что очень хорошо вот это средство, которое выглядит вот так. Буквально две секунды. Это бальзам даже написано. Это лак-бальзам, за ним надо поохотиться. Не всегда он... Это вот такая вот круть садовая. Запомните, как называется еще круть садовая? Это называется лак-бальзам, который имеет прекрасный цвет, и не надо замазывать желтыми, красными и всякими. Замазывайте приятным, зелеными и цветовыми цветами. Все, огромное спасибо. Анна Рассинина, ландшафтный дизайнер, кандидат сельскохозяйственных наук, была в нашей студии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова